Угу всем привет я в очередной раз запускаю новый формат в нем ко мне приходят гости блогер и мы проходим тестики актуальны современные очень нужные тестики сейчас сразу же мини тест чтобы вы поняли что происходит Макс, пожалуйста, озвучь вот эту вот надпись. Я всегда с собой беру видеокамеру. Вот видите, это был небольшой тест. Если он пропел эту надпись, значит, ему больше 20 лет. Если бы он прочитал, ему бы было меньше. Я знаю, это сам себе режиссер. Молодец. Сегодня у нас в гостях Гудмакс. Максим, здравствуй. Здравствуй, Артем. Я не буду спрашивать, почему ты ко мне пришел. Потому что ты пришел ко мне, потому что я попросил. Ну да, все довольно просто. Меня беспокоит кое-какой вопрос. В мире много меньшинств. Геи, лесбиянки, фиферы. Эээ, что? Не, ко мне это не относится, я универсал. Хэтчбек. К бряки. Максим, какая одна из самых популярных фраз существует про фиферы? Я только одну знаю. Да, пожалуйста, озвучи. Фифер хуже пидораса. Я не фифер. Бааааааааа. Но мне интересно, как практикующему психологу, насколько правдива эта фраза. Поэтому сегодня мы будем определять гомосексуальность фифера. Итак, Макс, сегодня мы пройдем тест, насколько ты гомосексуальен. У меня будет два теста. Один из них дико тупой, но при этом смешной. Как же без этого на канале? Не чай. а второй действительно очень важный, он действительно определяет ПЕДЕРАСТЫ ИЛИ НЕТ Перед тем, как мы начнем тесты, предлагаю показать инструкцию, как распознать геев Знаешь, Тём, геев распознать очень просто Они ведут себя манерно, вальяжно, капризничают и сосут перец Начнем с трех вопросов Первый вопрос, ваш пол, мужчина или женщина? Мужчина, пока что я выиграл Пока, мне кажется, ты не врешь А ты бы хотел когда-нибудь быть женщиной? Ну, хоть денек попробовать Нет, вообще без шанса У меня есть знакомый, который бы хотел бы на другану отсосать У тебя не было никогда таких наклонностей? Ваш возраст? До 25 А тебе не напряжено работать в фифе? Нет, это не работа То есть ты лодырь? Нет, это хобби То есть единственное, чем ты занимаешься для России, это увлекаешься своим хобби? Нет А с чем ты еще занимаешься? Ну, хочу, ну, по музыкальным каким-то потом пойти Путям Ну, то есть тебе 21 и ты пока занимаешься своим хобби? Да, пока кайфую Третий вопрос Как прошел ваш первый сексуальный опыт? Смешно Все было как в сказке Нормально Жутко не понравилось У меня его еще не было Нормально А почему смешно? Ты реально ржал? Ну, да С Куклачевым, что ли, спал? Нет Ну, там просто смешная ситуация была Знаешь, что ситуация не должна быть смешной в этот момент? Не, ну она сначала была смешная, а когда вот сам момент уже не был смешной Было нормально Главное, что концовка не смешная Концовка, ну, мне смешная Отвечаем нормально Мы ответили на первые три вопроса Немножко давай отдохнем Я вижу, как ты устал Кстати, вот вам интересный факт Как человек понимает, что он гей? Как, как? Жопой чу это? Продолжаем наш тест Представьте себе, что вы стали обладателем 100 тысяч долларов Как вы ими распорядитесь? Отправлюсь в путешествие, накуплю предметы роскоши Второй ответ Открою свой бизнес Потрачу на ремонт дома Отложу эти деньги для детей и внуков Четвертый ответ Ну, последний вариант мне больше всего нравится А между каким и каким домом? Отложить деньги Потратить там что-то на ремонт квартиры А я напоминаю, мы сидим в коробке из-под обуви То есть, ты планируешь детей и внуков? Ну, да Я многих встречаю блогеров сейчас, которые говорят, типа, не Где-то ближе к 30 годам То есть, у меня как-то так вот хочется Просто сейчас хочется нагуляться Ты гуляешь? Ну, да Часто гуляешь? Нет Продолжаем Как вы ориентируетесь на местность? Отлично, хорошо у меня с этим проблем А контекст какой? Ну, ты, типа, впервые побывал в Тамбове у фаворита Второй раз приезжаешь, уже фаворит тебя не встречает Ты сможешь дойти до его дома? Конечно Яндекс такси Так отлично или нехорошо? Отлично Вообще, ориентирование на местности очень важная штука Но бывает такое, что в армии могут оказаться геи Поэтому вот вам инструкция, как определить гея в армии Итак, слушайте меня внимательно Чтобы распознать гея в армии, нужно дать ему обмунтирование И тогда он не возьмет плач-палатку Он возьмет клатч-палатку Бери, сынок Спасибо, сэр Ты взял плач-палатку, сынок, зря ты это сделал Продолжаем наш тест Как вы относитесь к геям, лесбиянкам и бисексуалам? Они просто моральные уроды, нормально, равнодушно, я один из них Так вот равнодушно Вот к лесбиянкам отношусь хорошо Потому что приятно смотреть и потом можно, как говорится, join этот, conversation А в гей-клубе когда он взял? И кока-кола Отдельно Вы курите? Да? Нет? Да Давно куришь? Да Стыдишься этого? Нет Родственники знают? Нет А почему начал? Не знаю По приколу? Да? Не хотел никогда бросить? Да в любой момент Просто я настолько люблю это чувство, когда ты покушал и потом покурил, это шикарно По вашему мнению, групповой секс это извращенство, нормально, классно и я тащусь от этого Ну это нормально, когда я и две женщины, например Когда, например, два чувака одну, ну это такое Тут такого нет варианта Ну пусть будет нормально Вы с другом попали на необитаемый остров Так И так случилось, что ядовитая змея укусила его в гениталии Спасти друга можете только вы, высосав яд Ваши действия Сделаю это не задумываясь Соберу силу воли в кулак и сделаю это Не пойду на это даже под дулом пистолета Добью его, чтобы не мучился Хм, я бы, наверное, нашел альтернативный какой-то способ Нашел бы чайку, которую высасываю Нет, то есть законы физики, взял бы вакуум, давление, что-то такое Я бы смастерил, наверное Но вообще, как бы, не, я бы не стал Ну на самом деле, нет, для меня это слишком Не сделаю это даже под дулом пистолета Кстати, FIFA не главный рассадник гомосексуализма в компьютерном мире Кстати, а среди фиферов есть гей? Есть и более гейская и вызывающая вопросы игра Но все просто, это Dota Подожди, почему Dota? Ну потому что именно в этой компьютерной игре ты становишься раком Итак, итоги Насколько вы Пидор Вы бисексуал, отдающий предпочтение представителям противоположного пола Вы на 72% гетеросексуальны Остальные 28 Остальные 28 хотят сходить в гей-клуб с фонариком походить Блин, это уж хреново Это что, я чуть-чуть пидор? Нет, ладно, итог Макс не гей Пока что У нас есть второй тест Пока просто расскажу вам крылатую фразу про гей Раньше геев вали голубыми, а теперь на пьяный FIFA Запомните Каково тебе было отвечать на вопрос? Да нормально Ну ты не наугад отвечал, ты действительно думал Ну я думал, то есть я недолго думал Ну кроме вот на необитаемом острове Я просто там бы не оказался Зачем туда ехать? Потому что ты хорошо думаешь Да И это правильно, потому что думать это супер Если вы думаете, размышляете То вы можете легко давать правильный ответ А где можно давать правильные ответы и зарабатывать деньги? На сайте 1xbet Ах ты какой! 1xbet, надежный букмекер, ребята Ставь на спорт на сайте 1xbet и зарабатывай кучу бабла Ссылка на сайт 1xbet внизу в описании Слушай, Макс, у тебя бывает под видосами, что зритель как бы ставит лайк? Ну как-то пассивно что-то Иногда бывает, и причем настолько пассивно, что как будто это пишут пассивные геи Не надо так Ставьте лайк уже нормально Сейчас у нас серьезный тест Тест Кинси А вот это какой-то норм? Да, от практикующих психологов, которые думали, как тебя поставить раком Так Он визуальный, поэтому сейчас мы будем с тобой смотреть картинки Как и вы все будете смотреть картинки Посмотри, пожалуйста, на эту картинку Что ты увидел в начале? Силуэты тел, носы или старые колонны? Я увидел старые колонны, но я сначала подумал, что это шахматные фигуры какие-то Что ты увидел сначала? Открытое окно, кота, обнаженную женщину, бокал Кота Сейчас окажется, что Максим взял фильм Что ты увидел сначала? Женское тело или морду тигра? Морду тигра Горы или обнаженные тела? Обнаженные тела Пошло Сколько людей здесь изображено? Двое Пять или более? Одно Я вижу только жабу Три Ну вообще жабу я вижу тоже Ну вижу только жабу Ну да Слушай, я придумал ситуацию, когда геям быть выгодно Какая ситуация? Ситуация, если ты богомол Типа Типа с богомолом и сексом занимаешься, он тебе голову не откусывает Да? Я лучше без головы Что увидел сначала? Горы и реку Множество обнаженных людей Короля Обнаженную женщину Обнаженную женщину А потом короля Чтобы не обидеть, естественно В нашей стране опасно обижать короля Ха-ха-ха-ха Хорошо Итак, результаты По шкале Кинси у тебя 0 баллов Исключительная гетеросексуальность Ты гетеросексуал на 100% Девочки По шкале Кинси вы получили 0 баллов Это означает, что вас привлекают исключительно представители противоположного пола Никогда не было сексуальных переживаний или фантазий о представителях вашего пола У вас не будет никаких бисексуальных или гомосексуальных проявлений и в дальнейшем Ну что, я тебя поздравляю Я с тобой наконец могу пожать тебе руку Мне не страшно Какой итог Макс не гей Так что те, кто хочет написать на канале Гуд Макс И, кстати, подписывайтесь на его канал Ссылка внизу в описании Что фифер хуже педераста Вы пришли не на тот канал, мальчишки А-а-а Гуд Макс делает исключительно гетеросексуальный контент А теперь лучшее признание гея Как он стал геем Вы знаете, я сначала боялся спать с геями Потом подумал Ах, в жопу Спасибо, что пришел на этот эксперимент Если вам понравился этот выпуск, ставьте лайки Пишите, кого бы хотели увидеть и в какой стезе Я не буду проверять постоянно на педераста человек У нас есть инстаграмы У Макса, у меня Но мы не педики при этом Инстаграм это нормально вести Инстаграм не для педиков А что для педиков? Одноклассники Закончить хочу крылатой фразой Скажи мне, кто твой парень И я скажу, блин, ну ты че, Олег, ну зачем? Ну мы же нормально общались Еееее